Администрация округа одобрила проект бюджета на 2016 год. Главный финансовый документ остается социально ориентированным. Расходы на образование и здравоохранение составят почти 10 миллиардов из 15 подтвержденных доходами. Сегодня проект главного финансового документа внесли на рассмотрение парламентария. В то, как регион будет жить в следующем году, изложено на 169 страницах бюджета и на более чем тысячи страницах пояснений к нему. Проект бюджета на 2016 год разработан на основании утвержденных направлений бюджетной и налоговой политики на следующий год. В первую очередь средства окружной казны будут направлены на решение задач, определенных в указах президента России. Это улучшение качества жизни, повышение инвестиционной привлекательности региона и эффективности управления общественными финансами, а также обеспечение прозрачности бюджетного процесса. Несмотря на снижение доходов, бюджет 2016 года остается бюджетом развития, отметил на заседании администрации глава региона Игорь Кошин. В проекте бюджета на 2016 год закреплены следующие основные параметры. Доходы более 15,5 млрд. рублей, из них почти 214 млн. поступят в округ из федерального бюджета. Расходная часть запланирована в объеме более 18,5 млрд. рублей, дефицит 3,7 млрд. или 20%. Поступления в окружной бюджет от Харягинского соглашения у разделя продукции рассчитывались исходя из цены на нефть 50 долларов за баррель и курса валюты 63,3 рубля за 1 доллар. Также на начало года планируются остатки бюджетных средств в объеме 767,2 млн., которые пойдут на сокращение дефицита. Источниками покрытия дефицита является возврат кредитов, выданных до 1 января 2008 года 3,8 млн. рублей, и кредиты кредитных организаций. Мы предусматриваем привлечение в сумме 4,3 млрд. рублей. Также учтен возврат взятого в 2015 году кредита в сумме 2 млрд. рублей. Обслуживание госдолга составит 621 млн. без расчета привлечения кредита в полном объеме в первом полугодии. Наибольший удельный вес от общего объема расходов, как и в прошлом году, приходится на образование более 5 млрд. рублей или 26,9%. На национальную экономику планируется направить 3 млрд. 768 млн. рублей, в социальную политику более 2,6 млрд., в ЖКХ чуть больше 2 млрд., в здравоохранение почти 2 млрд. В проекте бюджета учтены межбюджетные трансферы муниципального образования в объеме 613 млн. 600 тысяч рублей. В том числе в расходной части заложены 100 млн. рублей, которые будут распределены в виде грантов на благоустройство между муниципалитетами. Как отметила Татьяна Лагвиненко, расходы окружной казны в следующем году не предполагают индексацию социальных выплат, зарплат чиновников и работников государственных учреждений. Впереди общественное слушание по бюджету. После чего на очередной сессии собрания депутатов 24 ноября законопроект планируется к принятию в первом чтении.